понятно а у вас как дела ну ну как тебе сказать нормально пока латвии европа с россии дальний восток азия как там дела в азии да нормально уверен что не хуже чем в европе даже во многом лучше у нас например европе сейчас так плохо стало что вообще ужас ну не только в европе в америке тоже ужас ужас что творится вот как-то в россии знаете все налаживается не конечно не так прогрессивно как это было до всех этих военных событий но все равно стройка идет народ более-менее как говорится ходит куда-то театры забиты и клубы забиты концерты забиты как бы все нормально я даже порой удивляюсь откуда у людей столько денег ну чтобы ходить и везде как говорится было все заполнено вот сейчас еще декабрь не начался уже начинают раскупать клубы на корпоративы как-то вот ну вот как то так как это неудивительно я просто очень долго прожил в америке я до сих пор живу в америке вот сейчас нахожусь в россии и я просто хожу и удивляюсь я понять ничего не могу как так все вот перевернулась но это так слушай носа в европе говорят что россия вообще там дно да да не видела там россия это только санкт-петербург и россия не россия москва и санкт-петербург и больше ничего вообще нет ну во первых москву действительно так сделали так вылезали что поверьте мне на слово я в лас-вегасе живу в одном из самых лучших городов мира вот живу я там уже 30 лет можете поверить мне на слово москву действительно вылезали что до такой степени и все так там сделали что наверное теперь не стыдно показать этот город никому я бы сказал что всем бы я бы советовал побывать в москве питер тоже питер конечно интересен своей архитектурой своей историей но немножко проигрывает с точки зрения вылезанности да вот все остальные города тоже кстати неплохие уже нету такого вообще нету никакие у них погрома это не перестройка люди почему-то думают что здесь все так осталось как в 90-х 90-х было ужасно я-то помню я помню я старенький человек я помню 75-й год допустим очень хорошо когда был советский союз и все было тоже хорошо да не было шикарно но было хорошо было спокойно никто не стрелял друг друга не было никого криминала каждый держал ключ от квартиры под ковриком знаете это было и было душевно ну пожил я в америке специально съездил в районы 75-го года я обалдел и оказывается не так-то сильно они лучше нас жили и ну жувачка у них была джинсы подумаешь зато ни у кого не было бесплатной школы ни у кого не было понимаете бесплатной медицины ни у кого не было такой перспективы как говорится выучиться уж тем более учиться и получать стипендию так что все как бы относительно но то что россия развивается ну я бы сказал так просто со стороны года с американской так скажем точки зрения вот как бы я так приезжал в россию я четко заметил что россия начала развиваться только в 2010 году особенно это стало заметно в 2013-14 там до что уже все пошло прямо вверх пик наверное такой который я прямо заметил прямо аж так типа нифига себе это наверно выпадает на 6 на 17 18 год ну и так дальше потом сами понимаете девятнадцатый год все здорово потом пандемию это в дизентерию скажем в эту вели до ее называют дизентерией потому что как весь народ обосрался просто вообще что-то с чем-то по-другому не скажешь вот ну и вот это сейчас есть событие это конечно влияет то есть понятно что народ как бы так это самое ну как ни странно при том что страна вот военном конфликте внутри страны вот не чувствуется кроме ну каких вещей допустим если вы на красной площади в москве да то вы естественно ваш gps будет показывать какую-то фигню но понятно это борется со всякими дронами тому подобное можно это понять вам нужно если вы конечно там где-то на границе ну больше что-то спрашивают ли я летел с америки знаете было настолько добродушно что я еще специально там стучался заполните про это сам просветите мне просто нужно было чтобы не дали справку понимаете а так не очень сказали дочеки надо иди будет кому-то нахер тут нужен а вот в мире ну сейчас прилетаешь шмонает по тяжелому причем очень непонятно ищет вот так вот как-то в двух словах слушаем не вопрос как вот еще например сказать что россия неплохая потому что я стараюсь подышал сказать что россия невиновна при том чтоб сейчас приходит в украине как один раз и попробовал мне вообще сказали отправить там не знаю там буквально на расстрел знаешь это парадокс я который я не понимаю ведь на самом деле понимаешь даже при все прибалтийские страны они должны понимать что вот в это вот эта разделенность на маленькие страны это плохо у нас это раньше была одна огромная страна представляешь ты была что у меня границы там говорится от балтики до японского моря и ты мог поехать куда угодно все равно же прибалтийские страны жили лучше в советском союзе чем кто-либо ты хочешь это но он типа сказать вот и сам час он что это сказать да я его сейчас наберу номер скажи что при советском союзе латвия жила хорош но лучше да я не знаю что они тебе скажут что они были там вагоны и все такое сибири все такое да 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 что им дышать не давали хорошо говорю ну вот вы говорю стали независимыми от чего вы стали независимы от заводов от пароходов от индустрии от всего это сам от рабочих мест от этого вы стали независимыми да офигеть вот стоило этого всего молодежь вся уезжает я он в америке насмотрелся особенно все бегут куда-то никуда мне даже сестра ну уехала из латвии в англию работать да почему почему ты ну не хочу сказать там ну типа дура или чё такое почему ты съебалась сладкий туда работать и она сейчас безработница ну типа стал без работы а чё делать кто виноват ну конечно путин виноват конечно россия пришла там украину там баба база бомбила из-за этого там работы нету так в америке все то же самое бензин поднялся в америке путин виноват понимаешь конечно пусть уходим не хватает теперь в цены на все поднялись раньше там знаешь говорится хватало все мест какие-то денежки оставались сейчас все работают на двух работах и все равно денег не у нас лапы и то же самое если ты работаешь на работе ну окей если там типа такой там эксперт все такое окей хватает а если там ну как сказать ну стандартный работник до менеджер что такое да не хватает если у тебя нету кредитов тогда да а если ну я не знаю мне кажется 80 процентов у латышей есть кредит на квартиру на дом ну все равно без ну без вариантов если набрали все такое и должен работать 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 такое я им говорю советском союзе было так у тебя есть семья 2 2 ребенка все тебе двухкомнатная квартира три ребенка 4 комнатная квартира у меня так было все предоставило государство не было никаких проблем ты просто работал зарабатывал свою ну там фиксированную сумму еще и причем работа тебя вряд ли бы выгнали это надо было ну не воликом дебила но у нас мы мы вышли мапнился тогда у нас было так что один пацан сидел там на лавке пил там ну алкоголик пришли там эти не знаю как называли там тогда ну какие-то из государственных забрали его из этой стоянки да все идея работает там пьешь ну были дружинники которые доставляли людей в вытрезвитель так самое интересное они доставляли вытрезвитель да причем самое интересное это было еще бесплатно потом обычно писали на работу но человека еще не уволняли почему потому что работе требовали чтобы над человеком провели так скажем работу психологическую и культурно-воспитательную где человек попадал на конь собрание ему говорили плохо пить там чуть и человеком не выкидывал а сейчас блин сами понимаете работать все делать потому что стало кому-то невыгодно или еще чего-нибудь бах тогда же не вспомните это сама никто особенно большие компании не мерил в прибыли все там если новости там выпустили столько-то там тракторов выпустили столько-то там автобусов тогда так дальше вот настолько разные вещи хлеб везде стоил почти одинаково что там хлеб везде любую вещь берешь сразу цена была впечатана сразу не было вообще практически я уехал там восемьдесят каком четвертом году пришел с армии у меня на те же деньги я на те же деньги скупил тот же товар сейчас через два года вы через за те же деньги купите в два раза меньше милин ну такая вот фигня у меня не было таких-то которые там гуляли там не работали что такое было там ну и станции которые собирали их там что ты не работаешь а я пью пошел на работу все самое поганное что конечно все эти как латвии все эти страны залезли конечно ваши вот под нато это очень ужасно поэтому не под нато я думаю под америку когда у нас было в эрвике фейберга президента него вас вас америка туда загнала в нато потому что это звук говорится сфера влияния то что вы теперь в нато вы тоже как и в макдональдсе понимаете обязаны теперь покупать именно натовское оружие именно выполнять натовские требования потому что это все это корпорация и теперь хочешь не хочешь получается уже для людей меньше а надо выполнять то что надо выполнять вот и это самое поганное и этот макдональдс он к сожалению очень сильный но грубо выражаясь макдональдс то есть выскочить и оттуда практически тяжело и с каждым годом получается вы только в минус 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 потому что вам хочешь не а именно туда именно в это на то как я часто говорю надо надо покупать именно тут мы должны платить вообще там космос так что это на то еще то надо и как вам а главное теперь уже выхода оттуда я не знаю это вход то рубль а выход то 10 поэтому я говорю я собираюсь вообще и злата и уехать беларусь вообще и не хочу тут уже все самое межельное честно говоря хватит планируете там жить как там там же ты гражданство тоже нелегко получить ну я знаю там много типа там но переехать там надо ну там какая по-русски ну заявку надо писать что такое там да ну там долго это долгий процесс там ну хотя хотя бы ну если я перееду я не знаю там например дубай там малты и там есть заплатил государство там сто тысяч ты получаешь государства сразу и я не знаю беларуси это если нет я не знаю если я например как дуба есть если переезжаешь покупаешь за 500 тысяч недвижимость на своеме и сразу получаешь государство ну типа дубай беларуси еще и знаю ну я тоже кстати хотел бы узнать поподробнее вот все время мечтаю попасть туда я тоже собираюсь я точно мне не знаю еще два-три года я тоже я думаю что латы и не видишь потому что так знаешь и работа 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 и платить 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 все время как в яму-яму-яму-яму и ты не понимаешь пошел врачу да давай еще проблема 50 евросов мы тебя просмотрим ну типа то типа европа там типа нового налоги что такое а где то почему кто что где хочешь там на государственные деньги подожди там знает полгода шесть месяцев до год подожди там проверим а у меня там не знаю там ну не надо ждать например это никому не интересно да я тоже когда особенно в америке рассказываю что в наше время во время дикого ужасного социализма нужно было просто прийти к врачу без всяких там этих самых записей просто отстоять ой там же очереди было ой блин 8 человек ну посидел но два часа посидел гораздо быстрее чем два месяца ждать или три месяца ждать пока тебе якобы примут без очереди это это без очереди все равно придешь будет будет очередь никто не писал кучу бумаг и тем более я отказываюсь если что-то случится от всего чего можно даже отказываясь от самого себя не дай боже вы там чего-то на королесите блин нафиг никто такого близко не делал никто не был рисован в ваших органах и так дальше и так дальше все именно лечили мало того каждый прекрасно понимал что лучше человека вылечить чтобы он сюда не ходил вот потому что заинтересованности морально-материально это не было блин лекарства стойношался до она с европы наоборот чем житель болеет больше он зарабатывает больше конечно ну вот поэтому просто я тоже помню якобы когда вы говорили что у евросоюз университет советском союзе к она были и я шел зубному врачу и мама сказала никаких денег вообще пошел целом все иди нафиг отсюда государство все платит а сейчас и сразу 50 евро просто обсмотр там если там бломба там 100 евро и все такое и пошло покатило ну из-за того ну мы платим сейчас налоги вообще сто раз больше чем было советском союзе слушайте а кто у вас так поддерживает весь идиотизм я вот не понимаю как бы все специальные какие-то ну как сказать специальные институты что ли которые вот это вот все смея смей смей просто телевидение вот и не смотрю не смотрю вообще я смотрю только телеграм и ну что такое да ну независимый независимые источники да мне мама живет соседнем доме который купил и я заходил она смотрит там эти сми и там вообще там это толпит вообще ну так долбит что вообще что если мы если украина там проиграет это все европа вообще пропадет полностью вообще жизнь не будет вообще россия приходит там убивает всех женщин детей всех которые кто увидит вообще на улице до серу души да ладно вы какой город без разницы просто русские приходят дальше оккупировать всю европу да 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 вот это же самое время они унитазов не видели они такие тупые не просто там на тебя колбаска чеш колбаску ибо не туда типа там европну украину да и убей там всех там а я в телеграме смотрю что нет вообще такого там вообще женщина беременная там взяли там спасли там все такое украинцев сколько там сдались всех забрали там все без проблем никаких с другой стороны когда украинцы показывает что пленных русских там вообще стал был привязать ну привязали там типа голову там так колено простреливают каждому который там вообще зашел ну это смеет а смеет а смеет а сме работает это сме работает ну да но на сми влияет сами понимаете говорится еще тот когда он понимаешь ну не у нас не можно быть никакого сми который сказал скажет что-то на пользу россии нет нет все закрыли все которые были за россию они покинут уже латвии ну там было тв5 что-то такое все закрыли все уехали им сказали что если ты тут останешься тюрьма или расстрел вряд ли да 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 свобода слова как говорится слова свобода воли изъявления свобода религи и один раз попробовал фейсбуке защищать донецк луганск знаешь что мне написали потом ну догадываюсь ну да не хотели отправить там вообще там сибирь ты чё дурак ты бы мозгов вообще нету они делает то что путин сказал хочет просто там алмазы все там туда несколько это было до этого момента все и уже комитеры оставляет но нету смысла там просто ну да тупой народ тупой народ понятно вы держитесь у меня канал рашин юсей радио заходите как-нибудь много тоже узнаете интересного вот за эту заду пока пока удачи вам и вам также ну вот такой вот интересный человек ну наверно все-таки правильно под закрыть человека мало ли чем он еще там вот поэтому слегка под закрыл и будет наверное это даже правильно ну а ролик сами понимаете для чего сделал для того чтобы вот от первого лица вы услышали что совсем все там все не так как вот эти вот все либерасты нам кричат да и оно и должно так говорится вот именно сами понимаете так быть как он сейчас человек все рассказал потому что ну все же расхерачивали там все развалили все индустрии тому подобное так пафос одна этикетка ну знаете такая красивая этикетка откуси как говорится внутри уже все внутри свобода и демократия освободились от всего блин мало того они еще должны 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 всем понимание спасибо за внимание пожалуйста подпишитесь на мой еще один канал засада тв кто не подписался и телеграм-канал russian usa radio как и этот канал russian usa radio поставьте лайки и комментарии мне интересно чего вы думаете по этому поводу пока пока